Откуда оружие? Этот вопрос жители Чангара задавали сегодня полиции и властям. Напомню, в ночь с 12 на 13 февраля на границе с оккупированным Крымом произошел конфликт между украинскими военными и бойцами крымско-татарского батальона «Аскер». Тогда у организаторов блокады полуострова нашли целый арсенал оружия. Что жители услышали в ответ от властей, расскажут наши корреспонденты. События недельной давности не на шутку встревожили жители Чангара. Тогда, 13 февраля, на админгранице с Крымом военные повздорились с представителями неофициального боевого крыла гражданской блокады Крыма батальоном «Аскер». Да так, что ВСУ довелось применить силу, а полиция позже изъяла у татар автоматы Калашникова, снайперские винтовки и гранатометы. И хотя к вечеру того же дня стороны примирились, местное население задалось вопросом. Если это громадские формирования «Аскер», то оружия не должно быть. Почему это взялась оружие и что будет это расследование? Чтобы услышать ответ, люди собрались на общественное слушание. Пригласили представителей и ВСУ, и «Аскера», и полиции с прокуратурой. Те отрапортовали. На данном этапе нами даны запросы в комитетные источники ВСУ, с тем, чтобы отследить происхождение данного оружия. Оно находится в Херсоне на экспертизе, проводится соответствующая экспертиза. Правда, сколько будет длиться экспертиза, не говорят ни в полиции, ни в прокуратуре. Девять дней, девять суток. Мы должны ждать, что нас опять оружие снимут с другого стороны. Неужели мало времени для экспертизы? Мало времени для экспертизы, это в районе. А если где-то, все связано, поруктия. Местные говорят, уже не раз обращались с жалобами в правоохранительные органы. То кто-то стреляет в полях, то опоры взрывает. Реакции силовиков никакой. Мы теперь тоже можем организовать какие-то громадские вооружицы, и друг против друга будем воевать. Ну так получается. Как служба безопасности, так прокуратура, так и правоохранительные органы никто не допустит дестабилизации. Дестабилизации и мировической. Есть еще пытания? Не услышали люди ответа на вопрос, откуда у Аскера оружие, и от командира штаба гражданской блокады Крыма. Зато он много рассказывал о любви к Крыму и Украине. Мы для чего здесь? Для чего мы зашли в Аскер? Зачем мы это создали? Для того, чтобы усилить нас, и усилить в том числе Чангар, усилить Украину. Единственное, что прояснили для себя местные жители после этой встречи, что вскоре более полутысячи бойцов крымско-татарского батальона Аскер войдут в состав ВСУ. А значит, количество официально вооруженных людей на Чангаре увеличится. Но станет ли при этом спокойнее? Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Херсонская область.